Радио Медуза В эфире Радио Медуза. Все главные материалы нашего издания в звуке. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить обновления. Мы есть на всех основных аудиоплатформах и, конечно, на Ютьюбе, а также в приложении Медуза, которое работает в России без VPN. О том, как нас поддержать, читайте по ссылке в описании эпизода. И один из безопасных способов помочь нам, если вы не в России, стать спонсором нашего Ютьюб-канала. Как в Украине вначале недооценили, а затем полюбили Телеграм. В конце 2018-го у автора этого текста состоялся примечательный разговор о Телеграме с украинскими журналистами. В России тогда был расцвет популярности анонимных Телеграм-каналов. Широко обсуждались сливы, которые публиковали Низ Игорь, Футляр от Виолончели и другие. Киевские медийщики ко всему этому относились пренебрежительно. Телеграм используют только в России и в Иране. Это забава для стран без свободы слова, где нужно прятаться за анонимностью, чтобы написать то, что у нас говорят открыто в прямом эфире на телевидении. Нам такое неинтересно, говорили они. Зато Телеграм в Украине активно осваивала российская и пророссийская пропаганда. Именно в 2018-2019 годах, когда шла президентская кампания, возникла сеть анонимных украинских Телеграм-каналов, которые быстро стали набирать популярность. Это Легитимный, Резидент, Шептун, Женщина с косой и другие, всего около десятка. Сейчас у некоторых из них миллионные аудитории. Эти русскоязычные каналы позиционировали себя как информированные украинские источники, у которых есть доступ к закрытой информации на разных уровнях власти. Они постоянно ссылались друг на друга, создавая вокруг себя своеобразный информационный пузырь. Украинский аналитик из неправительственной организации в сфере информационной безопасности в разговоре с «Медузой» утверждает, контент этих каналов, подаваемый как альтернативы новостям в традиционных медиа, с самого начала был пронизан кремлевскими нарративами. Он представлял собой смесь реальных сливов, вольно интерпретированных данных из открытых источников и откровенной дезинформации, считает собеседник «Медузы». Кроме того, в постах часто мелькали высказывания пророссийских политиков Украины, а также опубликовалась критика прозападных инициатив украинской власти. Во время выборов 2019 года и некоторое время после них, анонимный телеграм-канал из этой сетки скорее поддерживали Зеленского. Но затем, по мере ухудшения отношений Зеленского с Кремлем и его клиентелой в Украине, начал подвергаться все больше критике, рассказывается весенник «Медузы». К исходу 2019 года доля украинских пользователей телеграма составляла 16% от всей русскоязычной аудитории мессенджера. И вскоре украинские спецслужбы забили тревогу. В феврале 2021-го Служба безопасности Украины сообщила, что 12 популярных в стране телеграм-каналов, в том числе уже упомянутый «Легитимный» и «Резидент», курирует Главное разведывательное управление России. По данным Украинской спецслужбы, российская разведка создала в непризнанном Приднестровье свой информационный центр. В нем якобы работали бежавшие из Украины пророссийские активисты, которые и занимались наполнением анонимных телеграм-каналов. Главным менеджером сети называли одессита Артема Давидченко. Несмотря на это, аудитория анонимных телеграм-каналов продолжала расти. Но не только у них. На преимущество телеграма как инструмента влияния обратили внимание украинские власти, а также другие политики и журналисты. Они тоже завели свои каналы и занялись их продвижением. Так президент Владимир Зеленский завел свой канал именно в 2019-м. Ведущие украинские медиа в своих публикациях начали ссылаться на официальные телеграм-каналы государственных органов, чиновников или депутатов. Сейчас это уже повсеместная практика. Одновременно с этим оппозиционные силы создавали или развивали сетки анонимных телеграм-каналов. Издание «Фокус» тогда утверждало, что Виктор Медведчук, Сергей Левочкин и другие политики явно продюсируют полтора-два десятка каналов, активно обменивающихся друг с другом контентом. А также, что, цитата, «Петр Порошенко изначально проиграл телеграм-сегмент, сделал вставку на выборах на консервативные медиа и сейчас наверстывает упущенное». Конец цитаты. Но настоящий прорыв для телеграма в Украине случился после начала полномасштабной войны. Если в 2021 аудитория телеграма в Украине составляла 20% от общей аудитории потребителей новостей, то в 2022 году она достигла уже 60%, а в 2023 году – 72%. Украинские пользователи мессенджера тогда отмечали, что выбирают его за оперативность, удобство в использовании и большой выбор источников. Некоторые телеграм-каналы раскрутились именно с началом полномасштабной войны. Так, например, «Труха» стал популярным источником информации о ходе российского вторжения, хотя раньше это был региональный канал о жизни Харькова. Собственно, «Труха» значит «тру Харьков». Сейчас «Труха» превратилась в настоящую фабрику новостей. Это самый популярный канал Украины. Официально владелец «Трухи» – харьковчанин Максим Лавриненко, хотя настоящим хозяином СМИ называют харьковского бизнесмена Владимира Литвина, приятеля сына экс-главы украинского МБД Арсена Авакова. Телеграм-канал стал настолько большим и влиятельным, что представителей «Трухи» даже пригласили на пресс-конференцию Зеленского в декабре 2023 года. По данным движения «Честно», которое следит за прозрачностью политических процессов в Украине, в 2023 году уже более четверти действующих депутатов Верховной Рады вели свои официальные телеграм-каналы. Кроме того, сейчас, как утверждает украинский медиаэксперт Наталья Лигачева, своя сетка анонимных телеграм-каналов появилась и у Офиса Президента. Все медиа-сообщество это давно знает. Телеграм-канал «Вертикаль» – это ОП. «Джокер», «Карточный домик» – это, скажем так, приближенный к ОП-каналы, говорит Лигачева. Так, Телеграм стал удобным и популярным инструментом для сведения политических и бизнес-счетов в Украине. Скажем, телеграм-канал «Джокер» регулярно публикует сливы компромата и участвует в заказных информационных кампаниях, в частности в бизнес-спорах, где цена блока на негатив доходит до 200 тысяч долларов. Например, он организовал атаку на сервис такси «Юклон». В своих публикациях канал обвинил компанию в уклонении от налогов, работе во время комендантского часа и использовании платежной системы, связанной с Россией. Телеграм в Украине стал очень влиятельным мессенджером и при этом остался абсолютно нерегулируемой платформой, и Киев видит в нем все больше рисков для себя. Во-первых, телеграм-каналы, которые подозреваются в распространении пророссийского контента, по-прежнему наращивают число подписчиков. Только в 22-м году суммарная аудитория каналов, которые власти считают прокремлевскими, выросла в два раза – с двух до четырех миллионов пользователей, и на их продвижение было потрачено 850 тысяч долларов. Во-вторых, телеграм стал одним из источников передачи военных данных российской армии. Так, в Запорожье был арестован администратор телеграм-канала, который сливал противнику информацию о перемещении военной техники. А в Николаеве задержали администратора канала, который передавал России сведения о позициях ВСУ. И еще одно явление, с которым борются украинские силовики – это телеграм-каналы, которые помогают уклоняться от получения повесток. Эта деятельность в Украине считается срывом мобилизации. При этом украинские власти по-прежнему активно используют мессенджер в своих целях. Так, из списка надежных источников от СБУ можно узнать, что свои телеграм-каналы есть у очень многих представителей гражданских и военных властей Украины. Не только министерства и силовых ведомств, но также судов и структур вроде Госрыбагентства. А Министерство обороны страны через мессенджер связывается с родственниками российских пленных и агитирует сдаваться в плен ВСУ. Для этого есть отдельные телеграм-каналы. Тем не менее, украинские законодатели постоянно поднимают вопрос о необходимости регулировать работу мессенджера. Или даже запретить его. Никаких альтернатив ему при этом не предлагается. Похожий опыт уже есть. В 2017 году в Украине запретили российские соцсети ВКонтакте и Одноклассники. Первый призыв запретить телеграм-каналы прозвучал в Украине еще в 2020 году, когда депутат правящей партии «Слуга народа» Виктория Подгорная опубликовала в Фейсбуке пост. Позже он был удален. Цитата. Как вы относитесь к идее закрытия телеграм-каналы, учитывая его бэкграунд, так сказать? Почему Одноклассники ВКонтакте закрыты, а телеграм-каналы цветет и распространяет информацию, хотя часто используется в сомнительных, а иногда преступных целях? Конец цитаты. В комментариях под этим постом Подгорную поддержала бывший народный депутат Верховной Рады от партии «Самопомощь» Анна Габко. «Запретить и не нянчиться», — написала она. После начала полномасштабного российского вторжения, когда любые связи с Россией стали восприниматься болезненно, ситуация обострилась. Последовательным сторонником ограничения телеграма стал теперь уже бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. В ноябре 2023 года он заявил, что не пользуется мессенджером, потому что считает его уязвимым. И подчеркнул, что если украинские власти получат от соответствующих служб доказательства уязвимости телеграма, то реакция властей не заставит себя ждать. На волне этой дискуссии в феврале 2024 года глава парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин, партия «Голос», заявил, что украинские власти уже обращались к Павлу Дурову с требованием ограничить распространение пророссийской дезинформации в Телеграме, однако тот якобы проигнорировал это. Сам Юрчишин – давний противник мессенджера, а на организованном его комитетом круглом столе звучали требования полного запрета телеграма в Украине. После этого об уязвимости мессенджера и его угрозе национальной безопасности заговорили и силовики, например, глава украинской разведки Кирилл Буданов. Впрочем, голоса против запрета телеграма тоже звучали. Скажем, народный депутат Алексей Гончаренко из партии «Европейская солидарность» сказал, что такое решение навредит украинскому обществу. Цитата. «В то утро» – имеется в виду 24 февраля 22 года – «мы все в основном зашли в Телеграм и прочитали эту ужасную весть о начале большой войны. В первую очередь мы включили не телевизор, а взяли в руки телефон. И сейчас, когда воздушные тревоги или обстрелы, когда оперативно надо понимать, что и где происходит, мы идем в Телеграм». Конец цитаты. В марте 24-го народный депутат от «Европейской солидарности» Николай Книжицкий разработал законопроект, согласно которому телеграм-каналы обязаны раскрывать своих владельцев и источники финансирования по запросу Национального совета по телерадиовещанию. Кроме того, как гласит документ, в Телеграме должно быть запрещено распространять информацию, которая в Украине считается незаконной, в диапазоне от порнографии до оправдания российской агрессии. По данным автора законопроекта, новости в Телеграме сейчас читают 72% украинцев, что делает регулирование платформы вопросом национальной безопасности. После задержания Павла Дурова во Франции, глава Комитета по гуманитарно-информационной политике Украины Никита Потураев инициировал очередную дискуссию вокруг мессенджера. В конце августа в своем Фейсбуке чиновник резко раскритиковал Телеграм за свободное распространение информации, который считает деструктивной и незаконной. Если это свобода слова, то я враг такой свободы, написал он. Парламентский комитет, которым руководит Потураев, взялся за разработку еще одного законопроекта о регулировании Телеграма в Украине на базе документа Николая Книжицкого. Депутаты выдвигают к мессенджеру несколько требований. Соблюдать национальное законодательство и сотрудничать в этом с украинскими властями. Раскрывать собственников Телеграм-каналов и доказывать отсутствие среди них, цитата, условной ФСБ, других российских правительственных структур и граждан страны-агрессора, конец цитаты. Какой будет финальная редакция законопроекта, неизвестно. Как, конечно, неизвестный то, будет ли он принят. Если да, то украинским Телеграм-каналам, вероятно, придется получать лицензию на свою деятельность, как это делают СМИ, говорит глава парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин. Кроме того, Телеграм, скорее всего, обяжут открыть в Украине свое официальное представительство. Будет ли Телеграм запрещен, если не согласится пойти навстречу, предсказать сложно. На судьбу мессенджера в Украине может повлиять еще несколько факторов. Один из них – ужесточит ли ЕС регулирование мессенджера на фоне расследования в рамках уголовного дела против Павла Дурова. Другой фактор – будет ли у команды Зеленского политическая воля для введения такого запрета. Сейчас ее, очевидно, нет, как и необходимых технических возможностей. «Заблокировать Телеграм технически трудно, как и любой другой мессенджер. Если даже частично и сделать это, то с использованием VPN и других технологий запрет можно будет обойти», подчеркивает эксперт СБУ по кибербезопасности Илья Витюк. Впрочем, Ярослав Юрчишин считает, что наиболее вероятный сценарий – это введение более жесткого регулирования Телеграма в ЕС и, как следствие, дублирование этих мер в Украине. СБУ, ГУР и подразделения киберполиции давно собрали достаточно фактов для ограничения деятельности платформы в Украине, резюмирует он. Здесь, пожалуй, стоит вспомнить, чем закончилась попытка российских властей ограничить работу мессенджера в 17-20 годах. Потерпев неудачу, они предпочли обернуть работу Телеграма себе на пользу, бесконечно создавая в нем выгодный для себя контент. РАДИО МЕДУЗА РАДИО МЕДУЗА РАДИО МЕДУЗА РАДИО МЕДУЗА РАДИО МЕДУЗА